Всем привет, друзья! Сегодня я записываю вторую часть программы YouCut, программе, которая предназначена для монтажа видео на телефоне. Первая часть нам очень всем понравилась, и все ждали, просили продолжения. Сегодня мы поговорим о различных обновлениях в этой программе, о тех функциях, о которых я не рассказала в первой части. Я учла все ваши пожелания, рассмотрела все вопросы, постараюсь на все сегодня ответить, но мы будем рассматривать более сложные функции, азы, так сказать. Я рассказывала, объясняла в первой части, поэтому если вы только начинаете пользоваться программой, можете перейти и посмотреть первую часть. Итак, приступим. Многие просили более подробно рассказать об эффектах, которые есть в этой программе. Напомню, что я использую бесплатную версию YouCut. Эффекты с надписью PRO, предназначенные для платной версии, но и бесплатные, очень много интересных эффектов для нашего видео. По использованию все тут достаточно просто. Передвигаем школу с нашим видео в нужный нам участок. Выбираем понравившийся фильтр и просто зажимаем его пальчиком до тех пор, пока мы хотим, чтобы этот эффект длился. Отпускаем. Как видите, появилась новая цветная шкала с нашим эффектом, со стрелочками. С помощью этих стрелочек мы можем укорачивать или удлинять время эффекта. Давайте попробуем. Как видите, я сделала эффект менее длинным. Далее мы снова передвигаем наше видео в тот момент, где хотим применить какой-то новый, например, эффект. Например, этот. Снова зажимаем его пальчиком. И так далее. Применяем столько эффектов, сколько мы хотим. Если нам какой-то эффект не понравился в моменте монтирования, мы можем просто нажать его. Видите, в левом углу появляется значок картинки и удаляем. Все, эффект еще раз. Если нас все устраивает, просто нажимаем галочку. Вот что у нас получилось. По фильтрам тут еще все более проще. Выбираем нужный пункт. Выбираем фильтр без надписи Pro. И все. Просто нажимаем галочку одну или две, в зависимости от того, на все участки, на все видео, которые у нас есть в проекте, мы хотим применить или только на одно. Например, хотим применить только на одно видео. Вот второй участок. Вот с фильтром видео. Ну, если мы хотим удалить, как обычно, все легко. Нажимаем на стрелочку назад и фильтр удалится. Функция, которая мне очень понравилась, это видео в обратном порядке. Чтобы эта функция появилась, нам нужно выделить нужный участок видео, прокручиваем меню вправо до упора. И вот эта функция обратная. Нажимаем. Реверс клипа выполнен. Смотрите, как получилось мое видео. Раньше я искала всякие специальные программы, чтобы сделать такой эффект. А тут все буквально за несколько секунд. Очень классная функция. В этом видео хочу более подробно остановиться на пункте стикера. Здесь тоже присутствует интересная функция. Нажимаем на этот улыбающийся смайлик. Здесь есть различные смайлики, которые мы можем добавить на наше видео. Также гиф. Можно использовать поиск, написать любое слово. И вот мы уже можем применить эти гифки на наш проект. Если нажимаем на крестик, то гифка удаляется. Если на стрелочку, то она становится больше или меньше. Но пункт, который мне очень понравился, это стикер. Я, как видите, уже кое-что добавляла. Ну, вот как вариант. Если мы хотим добавить на наше видео какую-то фотку, нажимаем просто на плюсик. Выбираем нужную нам фотографию. И вуаля, она появляется на видео. Смотрите, как это смотрится. Опять-таки появляется новая дорожка. Мы ее удлиняем, либо укорачиваем, как нам нужно. Перемещаем, куда нужно этот стикер. И вот уже поверх видео появилась картинка. Но еще один пункт, который тут появился в стикерах. Удаляю этот стикер. Снова нажимаю на улыбающийся смайлик. И выбираю ножницы. Смотрите, как круто. Выбираю фотку. И автоматически программа убирает все и лишнее. То есть превращает нашу фотку в стикер. Очень круто. Есть еще регулировка. То есть мы можем регулировать прозрачность нашего стикера. Этот стикер добавляется еще и в библиотеку. Смотрите, вот видите, все эти стикеры, которые у меня были. Они вот в моей библиотеке. Также появилась функция для оживления различных предметов на нашем видео. Например, стикера, который я добавила. Немножко удлиню его длительность. Смотрите, когда мы выделяем наш стикер, сверху под видео появляется такой ромбик с плюсиком. Он добавляет контрольные точки и оживляет наш стикер. То есть я нажимаю на этот ромбик. Вот он у нас появился. Ликорек. Немножко перемещаем нашу шкалу стикера и передвигаем стикер в новое место. Появилась новая точка. Снова передвигаем шкалу и передвигаем стикер. И появляется новая точка. И так далее до нужного нам момента. И смотрите, что получается. Стикер плавно перемещается по экрану так, как нам нужно. Также появилась такая функция, как обводка. Ну, тут все достаточно просто. Тоже интересный такой пунктик. Также мы можем сделать, выбрать анимацию для появления нашего стикера. Это я вам уже показывала в первой части. Для выхода, то есть как наш стикер исчезнет. Посмотрим, что получилось. Помимо различных картинок, фотографий, поверх нашего видео мы можем добавить новое видео. Для этого выбираем пункт PIP. Я его так называю. Не знаю, как правильно он произносится. Выбираем нужное нам видео. Уменьшаем его до нужных размеров. Передвигаем в нужную точку. Нажимаем на воспроизведение. И вот уже два видео одновременно воспроизводятся в одном видео. Можно добавить еще какое-нибудь видео. Это же три видео на одном экране. Ну, по обрезке продолжительности видео я не буду вам рассказывать. Это все было в первой части. Я думаю, все это вы уже знаете. Если нет, то переходите в первую часть. Также есть такой пункт, как маска. То есть, видео, добавленное поверх мы можем немножко обрезать. То есть, сделать, например, вот таким вот круглым. Это видео, например, сделать квадратным. Также, когда мы добавляем видео поверх видео, появляется такой пункт, как хромакей. Нажимаем на него. Что делает хромакей? Удаляет определенный цвет видео. И делает прозрачным этот участок. Например, бы я хотела удалить задний фон. Но тут немножко проблематично, потому что у меня много цветов на этом видео. Желательно бы было, если бы, например, фон был одним цветом, и этого цвета на мне бы не присутствовало, так сказать, тогда. Я думаю, все бы легко удалилось. Удалился бы фон, а осталось только я, как на примере со стикером. Но тут немножко проблематично. Но суть такова, что мы пипеткой выбираем цвет, который бы мы хотели удалить с видео. Регулируем прочность, тени, как нам нужно. Ну вот, кстати, немножко даже получилось, видите? Почти как на стикере я получилась в этом хромакее. Так, вот это видео я удалю, чтобы оно нас не отвлекало. Смотрите, как получается. То есть второе добавленное видео становится более прозрачным. Ну, вторая часть вот тут немножко у меня, конечно, не удалилась с помощью хромакея. Но первая даже, ничего, так прикольно получилось. В принципе, я думаю, понятен. Также хочу более подробно остановиться на такой функции, как вырезать. Чтобы ее найти, нам нужно промытать меню вправо до конца. Поделю видео на несколько частей, чтобы функция применилась только к определенному участку видео. Ну, например, вот к первому участку. Кстати, не выделяю видео, а просто перемещаюсь по шкале с видео на нужный участок. Нажимаю функцию вырезать и обрезаю видео так, как я хочу его масштабировать. Также я могу наклонить видео под нужным углом. Если меня все устраивает, я нажимаю на галочку. И вот что получается. Также тут мне под руку попалась такая функция, как отразить. Сразу вам покажу. То есть, буквально за один клик мы отражаем зеркально наше видео. Можем вращать, как нам удобно. Ну, это все, в принципе, я в первой части вам показывала. Вот такое второе видео у меня получилось по новым функциям NewCut. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Я стараюсь на все-все вопросы отвечать. Ну и ждите новое видео. Я тут начала пользоваться новой программой для монтажа. Там еще больше разных интересных функций. И, конечно же, я поделюсь с вами. Спасибо за просмотр. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok